Центр духовного просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Виталий Алийник. В семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Вопрос по этому стиху задается такой. Какова продолжительность месяца в Библии? Здесь, в тексте Священного Писания, слово «месяц» появляется в первый раз. Это слово «ходыш» в древнееврейском, в оригинале. Что оно означает? В свое время, в детстве, я услышал историю о том, как однажды два человека поспорили. Глядя на светящийся на ночном небе объект, один говорил «это луна», а другой утверждал, что «это месяц». О чем же идет речь? Дело в том, что древнееврейское слово «ходыш», оно в Священном Писании описывает небесное тело. Вот один из примеров. Книга пророка Исаии, 47 глава, 13 стих. Исаии, 47 глава, 13 стих. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». В этом отрывке описываются оккультные специалисты, которые гадают по состоянию небесных тел. Сказаны наблюдатели небес, звездочеты и предвещатели по новолуниям. То есть, все, что здесь описано, это небесные тела. И вот термин «новолуние», «новая луна» — это как раз-таки вот тот самый «ходыш». То есть, «ходыш» — это обозначение небесного тела, это то, что называется луна. И подобно тому, как есть в русском языке связь между словом «месяц» как обозначение луны и «месяц» как обозначение промежутка времени, точно так же и в древнееврейском подлиннике священного писания слово «ходыш» обозначает и луну, небесное тело, и продолжительность времени. Соответственно, это продолжительность смены фаз луны от полнолуния до полнолуния и от новолуния до новолуния. Вот это и есть месяц. Полнолуния происходит через каждые 29 суток, 12 часов и 44,1 минуты. Грубо говоря, 29,5 суток. И это время следующего полнолуния. Если отталкиваться от такой некруглой цифры, то тогда считать дни и месяцы было бы очень трудно. Потому посмотрим, что описано непосредственно в тексте Библии в отношении продолжительности месяца в исследуемом отрывке. Книга Бытие, 7 глава, 11 стих. Бытие, 7, 11. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники Великой Бездны и окна небесные отворились. Запомнили ли вы даты? Это было во второй месяц, в 17-й день месяца. Дальше библейское повествование рассказывает, собственно, о продолжительности времени потопа, увеличение воды и так далее. И вот в 8-й главе книги Бытие, в стихах 3 и 4-м, есть следующая информация. 8-я глава, стихи 3 и 4-й. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Здесь у нас есть достаточно данных для того, чтобы увидеть, какой продолжительности библейский месяц. Речь идет о том, что начало процесса описано так. Это был 17-й день 2-го месяца. А конец процесса описан так. Это был 17-й день 7-го месяца. Потому, применяя простые правила, 7-2 равно 5. То есть, 7-й месяц минус 2-й месяц равно 5 месяцев. Коль скоро дата, то есть день и того месяца, и другого одинаковый, у нас, соответственно, ровное количество дней. Но главное, что нам указано расстояние между этими датами. То есть, от 17-го дня 2-го месяца до 17-го дня 5-го месяца. То есть, прошу прощения, до 17-го дня 7-го месяца, то есть между ними 5 месяцев. Указан срок 150 дней. Соответственно, 150 дней мы делим на 5 месяцев и получается 30. Библейский месяц состоит из 30 дней. И в отличие, скажем, от нашего календаря, где есть месяцы по 30, по 31 день, по 28 и по 29 дней, в библейском календаре каждый месяц имел ровно 30 дней. Понимание этой информации важно для подсчета периодов. Когда говорится о количестве дней, по привычке некоторые, даже исследователи, даже богословы, накладывают на продолжительность года по Библии сегодняшние мерки. 365 дней в году, например. Однако, когда мы изучаем периоды, отмеченные, указанные в Библии, и включая пророческие периоды, важно помнить, что масштаб там 30 дней в месяц. Например, книга Откровения, 12 глава, 6 стих, содержит такие данные. Откровение 12 глава, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». 1260 дней. Сколько это месяцев? Чуть дальше, в 13 главе книги Откровения, то есть в 13 главе, в 5 стихе, мы находим следующий период. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохольно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Если мы возьмем первую цифру, 1260 дней, и разделим на вторую цифру, 42 месяца, угадайте, сколько получится? Конечно, 30. В каждом месяце 30 дней. Соответственно, 30 умножаем на 42, получается 1260. Библейский месяц состоит из 30 дней. И это знание помогает не ошибаться в определении продолжительности периодов, указанных в Библии, в особенности, когда речь идет о библейских пророчествах. Вот это ответ на вопрос о продолжительности дня в Библии, о продолжительности месяца в Библии. Месяц состоит из 30 дней. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russiancenters.com Субтитры создавал DimaTorzok